В Германии русские и американские войска уже встретились на Эльбе под Лейпцигом. Случилось то, чего с таким нетерпением ждал весь мир. Запад и Восток наконец-то встретились. 26 апреля отряд 69-й американской пехотной дивизии под командованием генерала Рейнхарда перешел Эльбу и встретился с находящимися на противоположном берегу советскими солдатами. Для нападения на Берлин все было готово. Гитлер был в отчаянии. Он обратился к старикам и юнцам с просьбой помочь защитить город. Его тысячелетний рейх готовился к своей последней решительной битве за выживание. 1 апреля 1945 года Иосиф Сталин вызвал своих главных командиров в Москву для получения приказов относительно взятия Берлина. Маршал Георгий Жуков, самый успешный советский военачальник, нанесет основной удар с позиций, занимаемых русскими на Одере. Вторая группа советских армий под командованием маршала Ивана Конева перейдет реку Нейсе и направится далее на юг в обход немецкой столицы. В общей сложности под командованием Конева и Жукова находилось более 2,5 миллионов солдат. В армии насчитывали 6 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 40 тысяч минометов, пушек и противотанковых гранатометов. Но немцы не собирались сдаваться. Столицу обороняло около миллиона человек. Многие из них находились на хорошо укрепленных оборонительных позициях, особенно вдоль Зейловских высот, в крутом эскарпе, находящемся на пути наступления Жукова в долине Одера. Защитники Берлина состояли из ветеранов войны, фанатичных эсэсовцев, неопытных призывников, некоторым из которых едва исполнилось 14 лет, и пожилых членов фолькштурма, народного ополчения.